и вот тут опять про мясо там вы не говорите про охотников и скотоводов и у вас они все получаются твари и грешники дорогая галина мы русский грамотные мы такие слова знаем и слова твари слова грешник но мы их не употребляем и ни разу не употребляем ни в публичном виде не в непубличном виде поэтому если в вашем словарном запасе и в вашем понимании есть возможность употреблять слова твари и грешники по отношению к другим людям вы пожалуйста на нас не переносите свое понимание действительности вы говорите сейчас о себе вот такими словами и о вашем восприятии мира то есть вы бы назвали людей тварями и грешниками это ваш внутренний мир к нашему внутреннему миру это никакого отношения не имеет мы можем с юмором я несколько минут назад назвала людей хрюшками потому что некоторые из них по сути хрюшками не являются это такие жирные распущенные люди которые думают что их вот это тело которое они носят на себе это нормально и не пытаются сделать ничего для того чтобы изменить свое мировосприятие чтобы эстетическое хотя бы восприятие других людей не страдала когда они их видят у меня есть один ближайший родственник таком состоянии и даже не один могу сказать и я смело называю у этого родственника в общем-то распустившийся хрюшкой и никогда не перешла бы в ту так скажем коннотацию для того чтобы описывать людей подобными словами которыми их умудрились описать вы григорий добавишь что-нибудь охотники скотоводы такая профессия на возможно тогда когда общество находится тяжелой ситуации когда люди не могут питаться нормальными продуктами конечно есть такая область скажем так выживание на земле что касается скотоводов скотоводы могут не питаться трупами животных они могут питаться например молоком которые те животные дают при есть собаки которые на которых ездят чуть-чуть и не едят собак умер в отличие от корейцев китайцев некоторые других народов которые еще цепляются за примитивные животные какие-то качества что касается охотников да то есть если ты сам хищник то ты ты проживаешь жизнь хищника то есть ты погибнешь как хищник развитый развитые люди их пытаться уйти когда мы вообще когда белые люди начали питаться мясом тогда когда были большие проблемы и другого способа выжить не было наша задача уйти от питания трупами есть профессия при которых ты все время кого-то убиваешь это развивать и паразитизм как это в неграх мало того что генетика с генетикой определенные проблемы да плюс вот этот паразитизм он уже на уровне мировоззрения есть в этом народе то есть я хоть человек живет как охотник у него очень сильные тенденции паразитизма все время что-то забирать у природы чем не забирать отнимать что касается охотников то когда у тебя нет выбора чтобы выжить но ты можешь охотиться на животных ради того чтобы выживать постоянно охотишься ты превращаешься в хищника и живешь на паразитических принципов лежишь как паразит то в твоей жизни то есть программа твое обучение развития были достаточно жесткая поэтому профессия охотника в общем-то она хороша в тяжелые времена когда когда практически нет выбора поэтому я не хорошо к этому отношусь то есть когда человек у ему не выжить на этим питается это одно когда для развлечения вообще очень плохо когда эта профессия то есть человек выбрал профессию которая которая идет деградация деградация и не нафи не только на физическом уровне дата и на генетическом уровне все божественные качества которые есть человеке они уменьшаются получается от каждого года к году скотоводов этим полегче немножко когда вот постоянным убийством не занимаются и принципе они могут жить не уничтожая животных тебе есть какие-то животные которые вы начнут кормить мясом какие-то старые животные которые умирают там и ими можно кормить например сказать умер большое стадо но про эти вопросы лучше рассказал человек который занимается скотоводством и знает какие-то детали поэтому как область скажем так выживание как ниша она может существовать но если вы хотите развиваться однажды вырасти в бога человека то есть выйти с уровня человека животного а эти профессии даже со временем исчезнуть соответственно когда вы едите мясо вы превращаетесь хищник а добротите хищника получите карму хищника то есть вы несете смерть и смерть приходит вас то есть на генетическом плане ваш генокод ломается в известных вещах перестраиваться карма соответствующая есть такие профессии в сложные времена если вы хотите развиваться то вы должны от этого держаться подальше если общество хочет перейти от общества разумных животных общество бога человека эти профессии должны быть со временем исчезнуть это моя позиция она основана на определенном и духовном опыте на практическом опыте если вы хорошо изучите историю то в общем-то люди стали питаться мясом ну белые люди только в сложные времена до того как они не питались мясом они имели большие возможности чем после того как они начали им питаться мы сейчас вполне можем им не мясо не питаться достаточно возможности это касается не только к нам относится ко всем народам в состоянии выращивать достаточно продуктов чтобы не питаться животными продуктами я понимаю что это какие-то отдельные категории людей там ну там папуасы какие-нибудь которые мало чем отличаются от животных дикие народы там негритянские кири народы для них каких-то стих к какой-то мере это допустимо для белого человека это питание продуктами же скажем убийство животных это процесс деградации вы можете это видеть может не видеть но это происходит то есть на уровне и на уровне генетики и на уровне внешности и на уровне скажем так поведенческого у меня был знакомый который у которой отец был охотником и он сам умел охотиться да он сказал что мне нужно обязательно съесть что бегала то есть вот когда ты слышишь да то есть вот сегодня он там убивает куропатку завтра он убьет кошку послезавтра будет сложно можно людей начнет охотиться сложные времена кушать ему хочется а привычка убивать осталось для того чтобы выжить